Роспотребнадзор В связи с этим стал вопрос, остро стал вопрос о создании альтернативных им учреждений для временного нахождения лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Такое учреждение или социально-реабилитационный центр для лиц в состоянии алкогольного опьянения в Уфе появился пять лет назад. Данное учреждение, в отличие от вытрезвителей, не носит характер административного наказания, а его основная цель – это профилактика пьянства. Могут быть обычные жители нашего города. Просто человек, если выпил, утратил, способен передвигаться в окружную обстановку, могут упасть. Таких лиц сотрудник полиции доставляет к нам. В отличие от медицинского вытрезвителя, мы очень тесно сотрудничаем с наркологическим диспансером. Если человек желает избавиться от алкоголизма, мы этому человеку помогаем, выписываем направление, приглашаем наркологов-психиатров, они с ними работают, после чего направляют на лечение от алкоголизма, от пьянства. Больше потока он после 17 часов, но у нас бывают случаи, что у нас даже со строек снимают пьяных людей и привозят. Особенно пристальное внимание оказывается в период зимних коньяков. Увеличивается риск получения обморожения. И тогда мы в круглосуточном режиме отрабатываем, начиная с 30 декабря, у нас койки переполняются. Если у нас 30 и 35 койок в северном и южном отделении, то у нас получается мы даже ставим раскладушки. Пребывание в этом заведении бесплатное, но есть и платные услуги. Например, стирка грязной одежды, попавшему в центр, обойдется примерно в 60 рублей. Финансирование этого центра происходит за счет средств городского бюджета. Поэтому мы решили спросить у финцев, а нужны ли нам такие заведения. У нас все за счет налогоплательщика. А зачем они нужны? Если у человека есть склонность к алкоголю, он будет пить. А если у него нет, зачем это разведеть? Просто самое главное, чтобы он не буянил, не ругался. Выпил, пусть идет домой нормально. Но пьяных как таковых уже гораздо меньше. Гораздо меньше. Выпьем, что бывает. И вот молодежь. Я думаю, нужны. Да, чтобы они не мотались, эти пьяные. Когда уже человек не может вести, где-то упал, а вдруг зима или что-то, что-то. Так как его заберут и привезут. Я их обязательно надо забирать. Потому что они витвы испортят уже. Впервые мы создали такой центр. Сейчас наш опыт перенимает, получается, рекомендован внедрение по всей России. Мария Алексеева, городской телеканал ЮТВ.